Мы читаем Труды Бальсуляма, страница 162, четвертый пункт «Видение в науку Каббала». Статья находится также в книге «Каббала для начинающих» на странице 328. Четвертый пункт. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсулама, «Видение в науку Каббала», страница 162, четвертый пункт. Итак, я продолжаю читать. «Видение в науку Каббала», четвертый пункт. Нужда в распространении желания получать по четырем указанным стадиям в Абия. То есть он учитывает только желание получать, которое распространяется в Абия, Ацелут, Брия и Церасия. Там желание получать начинает быть выпуклым. Потому что Акудим, там все связано, сцеплено в единое клее. Там в мире Адам Кадмон, а тем более в мире бесконечно. А здесь желание получать уже становится выпуклым. После того, как устанавливает связь и проявляет свои свойства, это происходит в мирах Абия. Итак, вот эти четыре указанных стадии в мирах Абия. Но откуда корень из мира бесконечности? Итак, он говорит, что, еще раз, нужда в нисхождении желание получать по четырем указанным стадиям в мирах Абия. Это потому, что есть великий закон относительно клеем. Какой закон, правило? Что распространение света и его уход, распространение внутри клея и уход света из клея. Вот это действие, оно делает клея пригодным для своего функционирования, для его функций. То есть, клея само по себе, это истукан. А свет производит что-то в клея, пробуждает его, дает ему какие-то понятия, пояснения. Что до тех пор, пока клея впервые не отделится от своего света, сначала свет сотворил клея, и свет находился внутри клея. Таким образом, клея включает в себя свет и аннулируется перед ним, как свечка перед факелом. Почему? Потому что клея является результатом света. А аннулирование это потому, что есть между ними противоположность, обратное соотношение. От крайности до крайности. Потому что свет – это благо, идущее от смутного Творца. Это вечный, постоянный источник, исходящий еш-миеш, сущие и сущного, как замысел творения. Целиком отдача, и там от желания получать совсем ничего нет. То есть, он совершенен. В нем нет недостатков и потребностей ни в ком. А ему противоположна клея, созданная этим светом. Второе. Это большое желание получить это благо. И это весь корень творения, обновленный, созданный заново. И там нет отдачи ни в чем. То есть, все целиком в потребности. И поскольку они неизбежно связаны вместе с свет и клея, то неизбежно аннулируется желание получать в своем свете. И не может определить свою форму. Но после ухода света из него впервые, но хотя бы один раз. А мы потом видим, много-много раз свет должен войти и уйти. Но хотя бы один раз. Потому что после ухода света из него, он начинает очень стремиться вслед ему. Начинает ощущать, чего ему недостатка. Потому что прежде не было недостатка. Свет наполнял его все его потребности и устремления. И тогда клея аннулировалась перед светом. У него не было возможности двигаться от того изобилия, которое свет ему поставлял. И вот это устремление, которое сейчас есть к свету, определяет и фиксирует форму желания получать как желаемую. То есть, когда есть желание, когда нет наполнения. И после этого, когда свет возвращается, в соответствии с желанием уже, которое раскрылось в клее, и облачается в него, он уже не просто облачается, он облачается внутрь желания, предварявшего его. И тогда определяются отныне два различных понятия. Клее желание и к свету, и сам свет, или гуф и его жизнь. И обрати тут свое внимание, потому что это самое глубокое из всех глубокое. Потому что если не будет прежде желания к жизни, не будет ощущения жизни. Поэтому разница между уровнями неживой, растительной, животной и человеческой, разница в том, насколько свет часто уходит из желания. А величина и частота ухода и входа от света создают в клее потребность, хесарон. И эта потребность определяет сейчас, на каком уровне находится это абсолютное желание. На неживом, растительном, животном или человеческом. И все действия, которые есть, они, в общем-то, являются действиями по выходу и входу святов в келим. И нет ничего более. Мы видим результаты этого в технике, насколько мы продвигаемся в большем темпе, то есть большее количество входов и выходов и так далее. То есть уважаемое желание, которое ощущает большее количество входов и выходов святов по отношению к нему. И в нашей работе тоже все то же самое, потому что из циона выйдет тура, из выхода, то есть тот свет, который удаляется и оставляет нас. Без него человек начинает стремиться вслед за этим. То, что он постигает впоследствии, называется торой, светой, потому что то, что он ощущает, это то, что свет к нему приходит. И поэтому вся наша работа, она именно основана на этой первой основе, которая есть в этих выходах распространения святов желаний и выход его оттуда выстраивает кли. И насколько он будет больше входить и выходить, оттуда кли это будет являться более лучшим. Нифнавон. Если свет из-за инсов вышел один раз, почему этого недостаточно сейчас для создания кли, чтобы он стремился бы за этим светом, который из него вышел? Есть множество, о чем здесь говорить, потому что вся реальность на этом основана. Я бы сказал так. Кли, оно таким образом является пассивным. Оно не участвовало. Я говорю в женском роде, на иврите. Потому что в Зоре тоже и в любых остальных местах. Когда мы изменяем род в духовном, это соответствует отдаче и получению. И не важно, как это связано с нашей грамматикой. Кли с помощью этого не участвовало. Не в том, что оно удалило свет или притянуло свет. Я был чем-то наполнен, а затем это удалилось. Если удалилось, то я, само собой, стремлюсь вслед за этим. Также и мое стремление, после того, когда свет этот вышел, тоже определяется тем самым наполнением, которое было прежде и исчезло. Это не то, что я сам. Когда свет один раз пришел и вышел, он определил во мне это желание. Но это желание, это тоже не я. Оно является основой. Оно определяется с помощью света. Это не называется пока еще моим собственным желанием. Теперь вопрос. Сколько раз свет должен войти и выйти, чтобы впоследствии я бы сам начал желать. Войди, выйди. Не так, иначе. Не хочу. Да, хочу. Чтобы Кли само бы начало определять эти действия. И нет никаких других действий, кроме входа и выхода света. Нет других действий. И лишь это все определяет. Лишь это находится во всей реальности. И поэтому, где же здесь находится начало самого желания? Критика, выбор в желании или в намерении, в мысли. Я хочу, чтобы он вошел или не хочу. Так или иначе. Чтобы он вышел бы из меня. И так далее. Мы говорим о Кли, которая состоит из входов и выходов света. Она начинает быть все более осознающим. Где же она находится? А не просто... А не как лампочка загорается и потухает. Это что, вход и выход света? Мы хотим увидеть, с какого момента творение начинает быть творением, когда оно само определяет. А не то, что свет будет определять, чтобы творение его захотело. Поэтому есть множество входов и выходов в различных их проявлениях, в различных реакциях со стороны желания. Эти реакции, они уже таковы, что... Не просто я хочу то, что у меня было. После нескольких таких входов и выходов я начинаю уже задумываться. А что же было во мне? И чего у меня сейчас нет? Я хочу это продвигать, вернуть это назад или нет. Если он войдет, он просто сотрет все мое «я». Сейчас, когда его нет, есть «я» и «он». А когда он снова войдет в меня, тогда отменится мое «я». Ты понимаешь? Здесь есть уже... Здесь начинается уже новое творение внутри желания. И желание становится... Осознающим это начинает... Рядом с ощущением уже появляется разум, осознание этого. И они уже находятся в выяснении сладкого и горького, правды и лжи и так далее. Это так же, как мы говорим уже о создании человека, о прегрешении Адама решено и так далее. Это очень непростые вещи. Поэтому он и говорит, что эти вещи начинаются в мирах Абия. Он не сказал прежде «ак» и «абия», обычно, как он говорит, или же «атэнсофы» до этого мира. Он уточняет здесь. Необходимо понять, что это правило является основой жизни. Так же и мы, когда мы продвигаемся, мы рассчитываем наше продвижение согласно входам и выходам, потому что из этого выхода из Циона выйдет Тора. У нас есть рассказы о каббалистах, когда у них 400 входов и выходов в Рабзуша, в протяжении пяти минут. Когда он говорит, я там начал молиться, и все такое, в путанице, несколько раз. Ученик ему сказал, а он ему ответил, у меня было 400, он даже смог посчитать, в течение нескольких минут, какое количество у него было входов и выходов. Даже когда мы занимаемся духовным, секунда нам представляется, как будто бы время остановилось в течение этой секунды. Ты как будто бы не находишься внутри времени. Ты начинаешь считать, рассчитывать свою жизнь согласно этим входам и выходам, и тогда время, оно становится очень так, становится таким эластичным, потому что ощущение нами времени зависит от связи с клепот, с нечистыми силами. Они превращают точку времени, они растягивают, как резинку ты берешь, так растягиваешь, так и они растягивают нам время. Духовная жизнь измеряется согласно темпу входа и выхода света внутрь Кли. Насколько человек приглашает его, сколько он терпит эти входы и выходы, используется ими, реализует их правильным образом. Мы видим это также и в технике. Ты видишь, насколько мы продвигаемся, и всякие мегагерцы, гигагерцы, терагерцы и так далее. Ты видишь, в каком темпе мы... Прежде у нас были радиоволны, там тысячи метров, две тысячи метров. Сегодня это вообще переходит на лазеры, на такие вещи, где темп настолько высокий, когда делает компьютер, начинает рассчитывать расстояние между компонентами его. То есть в этом есть уже... Это уже результат со всех уровней реальности. Основа на... Это правило является очень важным, и человек измеряется согласно количеству входов и выходов, которые у него есть. Насколько он более продвигается, у него есть этого больше, он радуется этому, он знает, каким образом это использовать, каким образом управлять и использовать их. Я не понял, что должно еще произойти, чтобы этот процесс, к нему бы добавился элемент свободного выбора, а не просто вход и выход, а не просто гонка за светом. Снизу вверх мы изучаем это, что это может произойти лишь с помощью выяснения сладкого, горького и правды лжи, а правду... Выяснение правды лжи ты можешь получить лишь с помощью окружающего света, а он может тебя засветить лишь при условии, чтобы он засветил. Когда ты захочешь, чтобы он засветил, а захотеть, чтобы он засветил, можно лишь по причине того, что ты пробуждаешь себя находиться в той самой системе, где этот самый свет находится. Эта система называется общность всех душ. И... То... Где ты это проявляешь? Ты проявляешь это в связи с товарищами? С товарищами имеется в виду с точками в сердце. Насколько ты связан больше со всеми точками в сердце, таким образом ты все более пробуждаешь свет, находящийся в этих точках, в объединении между ними, пробуждаешь его на себя. И свет, который светит тебе издали, он и пробуждает в тебе это самое продвижение. Пока что он светит тебе больше или меньше, все это издали. Но все-таки это свет, как он говорит, этот свет, который он получает раз за разом. Там пишет в пункте 150-м в предусловии КТЭС. Некое такое влияние. Это тоже вход и выход. Но издали пока что. Издали, это означает, что я пока не способен определить это во всей глубине моего клипа, потому что моя клипа еще не раскрыта. Поэтому это называется издали. Это не издали. Даже окружающий свет не является окружающим. Он лишь называется для меня так, потому что я еще не в состоянии попробовать его во всей глубине своего клипа. Поэтому он называется окружающим светом. У нас есть ученик из Украины. Он спрашивает, что в период подготовки человек тоже может ознавать вход и выход света. Согласно его ощущению, да. Не будем говорить о входе и выходе света, но все наши ощущения по отношению к духовному, по отношению к учебе, по отношению к учителю, к книгам, группе. Все эти вещи, которые мы уважаем меньше или больше, это больше, более важно и менее важно. Любая из этих вещей, это является входом и выходом для нас пока что. Если мы обработаем правильно эти данные против нашего эгоизма, то придем к тому, что ощутим вход и выход света по-настоящему в нас. Евгений из Нью-Йорка спрашивает за этот вопрос. Если свет находится в полном покое, так что же здесь входит и выходит? Свет согласно количеству решемот, которые могут прийти к своей реализации. Но мы говорим о свете, мы говорим о явлении, о непричине этого явления. Так мы говорим. Причиной этого явления, конечно же, это выход в нас решемот, а свет находится в полном покое. Но поскольку эти решемоты постоянно выходят, зависят от нашей реализации темп входа и выхода света. пробуждается он мне сейчас решему, что же происходит. Свет выходит, удалился. Теперь зависит от моей подготовки, в какой форме, в каком виде он выйдет. И теперь зависит от моей подготовки, так же, как я, каким образом я сейчас нахожусь в подготовке, каким образом я осознаю его выход, как я это выясняю, плохо, или же я буду относиться к этому правильно, как хозяин и гость. Я готов получать лишь с намерением радиоотдачи. То есть зависит от моего ощущения. Мое ощущение выхода света зависит от меня, насколько быстро он вернется назад. Или же он пробудит меня, когда я нахожусь в период подготовки, или же пробудит меня, когда я нахожусь с намерением радиоотдачи, когда я получу с намерением радиоотдачи, он сразу же удалится. Для чего? Он приходит ко мне лишь для того, чтобы произвести во мне соударение, чтобы я очистился, и ко мне пришло бы новое решимо, как после Гальгальтова месть, Аб и Бурин и Камухин, когда все это будет крутиться внутри решимо. В духовном лишь мы, поскольку не в состоянии получить назад свет в правильном виде, мы задерживаем, то есть растягиваем время, но со стороны света, если мы производим правильное действие, то у нас сразу же происходит это ощущение при его входе от утончения массаха и снова выходит новое решимо. вся наша работа заключена в выяснении, в предшествующем выяснении, но после Зибуга Дака все уже происходит просто со скоростью света. Нужно сказать, когда он входит в клей, очищает клей с помощью ударения пневмомакев и других вещей, появляется новый парцов. Даня Вейсфельд, мы снова и снова повторяем эти вещи. Это происходит в духовном мире. Я не знаю, что ты имеешь, почему ты говоришь, показываешь выше себя. Это то, что я хотел спросить. Духовный мир укажи на сердце. Я читаю, я волнуюсь, это что, не истина? Все то, что происходит во мне в брюхе буквально, это же в теле, в нашем воображаемом мире. Оставь так пока. Да, Паша? Всегда мы говорим, Паша Ярославский, клей моё это вообще не функция, а вся работа с клей ближнего. Как же все, что мы вот сейчас говорим, кто это чувствует вообще? Желание? Моё или ближнего? Что значит ближнего? Я не знаю, ближний это тоже, я не знаю, на каком уровне ты говоришь, ближний это тоже я. Если я отождествляю себя с ближним, я чувствую в нем, то есть тогда я чувствую свою душу. А если я отождествляю себя с собой, я чувствую только себя, значит я нахожусь в моем материальном теле. Это вот так. Продолжим текст. Пятый пункт. Принцип понятен. Мы о нем сейчас только должны думать, как он в нашей обычной жизни повседневной, из этого мира, где у нас есть. мы увидим во всем, в психологии, в технике, буквально. Увидим, что все существует только таким образом, и в духовном тоже. Надо это видеть. Это принцип. Итак, текст. Пятый пункт. В соответствии с этим нам нужно четыре стадии именевых. Что значит соответствии с этим? Для того, чтобы клик был самостоятельным, независимым, то есть как его творец создал, то есть как свет на себя сделал эту оболочку, которая называется желание. Желание, пока еще в нем нет никакой независимости, никакой самостоятельности. Сколько раз свет должен выйти и снова войти, чтобы снова дать желанию силу самостоятельного существования относительно света. И он говорит, для этого нужны четыре стадии имени Авая. Что значит имя Авая. Это понятие самостоятельности творения. Эти стадии называются Хохма, Бина, Тиферет, Мохут. Четыре стадии. Первая стадия называется Хохма. Хохма. И это, в общем, вся общность создания Света Хли, потому что в нем желание получать самое большое и общность Света, то есть Хохма, свет жизни. И это весь свет жизни в творении, облаченной в его Хли. короче, все то, что есть первый этап. Но эта первая стадия еще не считается светом. Почему? Светом свет властвует. А сосуд Хли, заключенный в ней, почти еще не проявляется. Что значит не проявляется? Есть Хли, но не собственное. Он находится в свете и аннулируется перед ним, как свечка перед факелом. И, конечно, это состояние недостаток сотворения. И поэтому есть нужда в продвижении. следом идет вторая стадия. Конечно, все это действие, переход от первой стадии ко второй идет от свет. Хли тут пока еще ничего не может сделать, оно аннулировано полностью, властвует, командует во всем свет. Хли еще себя не ощущает, так можно сказать. Что можно прочувствовать, если ощущение всегда недостатка, а здесь нет недостатка ни в чем. Следом идет вторая стадия, и это почему это происходит, потому что Кли Хохма в конце преодолевает в желании подобие свойств к высшему свету в нем. Это уже что-то идущее от Кли, то есть пробуждается в нем желание отдачи создателю, творцу. почему почему вдруг в Кли такая вещь появляется. Это творение само по себе сотворение. Надо это понимать. То, что в Кли, то, что в желании. Есть возможность реагировать на свет таким образом, что я хочу быть как он. Это само по себе творение. Влияние на желание получать света. желание получать начинает включать, впитывать в себя свет, начинает понимать, что свет это нечто иное, чем он, чем Кли. Что свет отдающий, а Кли получающий. Это само идет из корня, из кетер, из точки начала ют. И имеет корень в желании получать само по себе. Если бы не это, желание получать никогда бы не пробуждалось. Как мы это видим на уровнях неживой растительной и животной. В них есть такое? Нет. Они желают есть, кушать, чтобы доставить тебе удовольствие? Нет. У них вообще нет такой возможности. Только в человеке, если он развит под воздействием стыда, мы скоро посмотрим это. Такая возможность появляется. И вот это ощущение, которое мы потом называем стыд, оно сейчас начинается в первой стадии. И этот стыд является отличием разницы между творением и творцом, между кли и светом. Об этом понятии стыд мы говорим. потому что природа света, что внутри, он целиком отдающий. И тогда с помощью того желания, которое в нем пробудилось, то есть не само желание отдачи еще в его желание, но, как сказано, как бы уподобиться ему, пока нет понятия, что такое быть дающим. Это будет только в четвертой стадии, но начало этого уже есть. И тогда с помощью этого желания, которое пробуждается в нем, к нему тянется от Создателя новый свет. Он называется свет Хасадим. Что значит тянется к нему, насколько в нем пробуждается желание, он чувствует наполнение в нем, изменяется. Это называется идет новое наполнение, новое удовлетворение. Оно называется свет Хасадим. И ни в чем это не находится, не приходит, не исчезает. Это просто желание, которое концентрируется и раскрывается образом, что хочет себя почувствовать как отдающий или чувствует себя получающим. В этой мере он чувствует разные формы наполнения, удовлетворения себя. И потому почти полностью отделен от света Хохма, который влияет на него Создатель, потому что свет Хохма получается только в свое Кли, в огромное желание получать во всей его мере. В таком виде, что свет и Кли во второй стадии совершенно отличны от тех, что в первой стадии, потому что Кли во второй стадии это желание отдачи, а свет в нем определяется как свет Хасадим. Это означает свет, исходящий из силы слияния создания к Творцу, то есть здесь уже есть отношение над светом, над наполнением к Создателю, к самому, к некоему поставщику, к дающему, то есть внутри Кли ощущается и почитается все более, чем предыдущее наполнение, более, чем предыдущее желание. Смотрите, что уже происходит в первой стадии, потому что желание отдачи вызывает подобие свойств Создателем, а подобие свойств в духовном это слияние, с этого он начинает чувствовать Создателя, начинает его понимать, начинает быть смешанным с ним. Мы не знаем, что такое слияние. Слияние это когда я остаюсь и вместе с тем я в нем во всех желаниях, во всех ощущениях, во всех моих намерениях к нему или ко мне мы находимся в такой связи, когда мы понимаем друг друга образом наиболее глубоким, как только можно во второй стадии. Здесь а следом идет, после второй стадии идет, третья стадия. Чего же не достает? Почему здесь должно быть еще какая-то третья стадия? Творение находится в наполнении, в любви, в устремлении, в важности Создателя, как бы отреагировало на него полностью и целиком. Чего же не достает? И это потому, что после того, как уменьшился свет в создании, до света хасадин совершенно без света хохма, вот это нехватка. Он должен был создать вот такое состояние слияния и связи во втором стадии при уходе света хохма. То есть, в соответствии с его естественными килим, он не находится в наполнении. мешает ему быть в наполнении и быть в слиянии. Не способен в них обоих вместе находиться. Поэтому это состояние несовершенно. Известно, что свет хохма это основная жизнь в творении. Что значит жизнь в творении? Он как аннулировался в первой стадии, потому что свет хохма над ним властвовал, но при этом обеспечивал ему всю жизнь, так он аннулируется и во второй стадии в подобии свойств в отдаче. Но это аннулирование ему не дает ощущения жизни, силы жизни. Он аннулирован. У него нет собственных сил проделать все это. Он отделяет себя от наслаждения, от ощущения жизни и только передает себя хозяину, подвласть хозяина. И потому вторая стадия в конце пробуждается и продолжает к себе некую меру света хохма. Теперь вопрос. Что она продолжает свет хохма, свет жизни, свет жизненную силу, свет хая? Ради чего? Ей это не достает? Чтобы оживлять себя, что она задыхается, скажем так, вторая стадия, или же она чувствует, что ей недостает света хохма, чтобы показать свое слияние с создателем, который именно идет от них. Это усиляет ее слияние во второй стадии с помощью дальнейшего развития. Сейчас увидим. засветил свет хохма внутри света хохма. И вот это пробуждение, которое притянуло внутри себя. Невозможно притянуть свет хохма без желания получать. Она притянула в себя некую меру света хохма. Это является новым клин, называемым хинабим или литиферат. Свойство света в ней называется свет хохма со светом хохма. Видите, снова здесь свет хосадим и немного света хохма. Он не объясняет нам, что означает это пхенагим или третья стадия. И вообще эти стадии не очень объясняются. Мы затем впоследствии сами должны пройти все это и понять. Потому что здесь очень большая глубина, поскольку это ведь имя Творца. Это объяснение в конце концов четырех буквен имени Творца, которое выясняется лишь из всего творения, когда приходит к окончательному исправлению. А за ней приходит стадия Даля четыре. Почему? Почему не хватает в третьей стадии, когда она притянула свет хохма? Насколько притянула свет хохма? Мы говорим в добавлении к свету хосадима. Что значит в добавлении к свету хосадима? Она притянула весь свет хохма, который был у нее в первой стадии. Но поскольку она притянула этот свет хохма после свойства хосадима, поэтому это называется лишь при участии света хохма. То, что для нее важно находиться в слиянии и показать, что тот свет хохма, который она притягивает, является лишь добавкой для того, чтобы находиться в большем слиянии. То есть эта третья стадия, она по сути дает нам все совершенство, которое только может быть в творении. Там есть кли получения, кли отдачи, свет хохма и свет хосадим. Чего же здесь не достает? Почему это кли превращается в хенудали? Это кли впоследствии становится тефера, зерангпином. Зерангпин, мироцелут, называется творцом, то есть тот самый образ, которому должны уподобиться все души. Ведь это является очень великой вещью, совершенной. Это творец, приди и убить. Но мы сейчас не говорим о примере, который у нас будет, говорим о том, каким образом создать нас самих, чтобы... Ведь мы способны прийти к этому самому примеру. И об этом он продолжает. Затем приходит... За ней приходит стадия Дали, 4. И причина этого в том, потому что кли третьей стадии, в конце концов, пробудилась, чтобы притянуть полностью свет хохма, как и было в Кенеале в первой стадии. Что же ему не достает? Ведь он притягивает свет хохма. В чем разница в свечении хохма и в свете хохма в первой стадии? свет хохма он полностью властвовал над ним. Он все, что оно хотело получить от Создателя, получил и почувствовал. Но это не в предшествии своего предыдущего желания. Сейчас оно ощущает, что и в стадии гимель, которую оно притянуло, оно притянуло так же, что желание, которое было в стадии алиф первой, оно должно притянуть свет хохма, поскольку Творец желает, чтобы он бы притянуло его, как если он притянет свет хохма для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, здесь и будет отдача. То есть мы видим, что стадия бет произвела максимум того, что оно в состоянии сделать, как малхут, но желание в ней, желание получать, было из стадии алиф, не собственное желание, не из творения. и поэтому желание отдавать тоже не было совершенным, потому что желание отдавать, оно выстроено над тем, что не хочет получать, но получать и не получать, это пришло от Творца, но теперь, когда вы собственное желание получаете, и он отталкивает от тебя весь свет хохма, это и будет действительно отдачей Творцу, это и будет правильным слиянием с Ним, а не то, что это было создано свыше. Давайте посмотрим. Получается, это пробуждение, которое оно сейчас получило, является свойством стремления, первый раз он называет это стремлением в мере желания получать, которое в первой стадии, то есть у него самостоятельное стремление уже есть, там желание пришло от Творца и создало стадию алиф, а здесь уже есть желание самостоятельное и дополнительно к нему, потому что теперь уже он отделился от того света, поскольку теперь свет хохма уже не облачается в нему, он стремится вслед за ним, и поэтому определяется форма желания получать в его полном совершенстве, и это является основой желания получать, потому что впоследствии, если он что-то сделает, он сделает уже изнутри себя, а не то, что таким образом было создано. потому что после распространения света и удаления его оттуда из желания получать в стадии дали, возникает истинная кли, то есть после первого сокращения, а затем уже вернется и получит назад этот свет, тогда получается, что кли предваряет свет, то есть не то, что творец предваряет творение, но творение с помощью собственного действия предваряет самого творца, оно самостоятельно взяло в свое распоряжение эти средства кли и света и самостоятельно действует, это по сути то, что произошло у нас после четырех этих стадий, и поэтому свойство Это считается окончательным состоянием Кли, то есть творения, которое является самостоятельным, и если оно сейчас действует, нет никакого сомнения, что оно действует само по себе. Оно и называется это Кли Малхут. Поэтому оно называется словом Малхут от слова Шлита, власть, когда творение здесь властвует. Конечно же, если мы пройдем это еще тысячу раз, мы сможем рассказывать еще очень множество, что у нас есть в этих четырех стадиях, бесконечно. Ведь мы надеемся, что в окончательном исправлении в наши дни уже мы раскроем это, мы включимся в это, и тогда из действий Твоих познаю о Тебя. Да, Леор. В свойства Али входит свет, в свойства Ибет он уже выходит, а в стадии Гимель. Почему это не заканчивается? Для чего необходима еще стадия Далет? Потому что желание получать в стадии Гимель было взято из стадии Алиф. Этого недостаточно, у него не было еще собственного стремления. Я тебе говорю, одну причину из многих, все они являются правильными и хорошими, несмотря на то, что одна может отменять другую. Он говорит, я говорю тебе заранее, так это в духовном, потому что мы пока еще не в состоянии соединить вместе эти противоположные вещи между святами и Килим. В духовном они уравниваются, и поэтому у нас есть здесь проблема. Есть множество видов, с помощью которых можно объяснить эти вещи со стороны святов, со стороны Килим, со стороны стремлений, со стороны создания нового творения, со стороны стыда, который уже там зарождается. Когда возникает ощущение разницы между творением и Творцом, все это находится в этих четырех стадиях, и кроме них ничего нет. То, что впоследствии мы изучаем, то, что Кили произвело сокращение и выгоняет свет, это все происходит внутри Кили, это все является иллюзией. Что значит произошло, есть эти самые высшие миры, все эти вещи, они говорятся по отношению к Ле, по отношению к Творцу нет ничего, кроме этого. Поэтому это является именем Творца. Все остальные вещи являются лишь объяснением этого. Что значит объяснение? Когда мы проходим через различные состояния, различные имена, они все соединяются в десять нестираемых имен, так называемых, основных, десяти сферот, а затем все эти десять имен включаются внутрь этого имена Вая. И нет ничего более этого. То есть все развитие и распространение впоследствии является распространением Кли, который думает о себе, я сейчас самостоятельно, я должен все это сделать. Так как я сижу против хозяина, я сейчас планирую все действия по отношению к хозяину, так я произвел сокращение, так же, как первое сокращение. Сейчас я думаю, что же я буду сделать, если я сделаю так, это будет так, если так, то так. Я начинаю выяснять себе это желание, пока я в конце концов не прихожу к тому, что я получу от тебя все ради отдачи. И тогда я подступаю к угощению. Так это происходит. Все эти ощущения, они происходят лишь в самом творении, по отношению к нему самому. Есть еще много здесь, но я не думаю, что нам стоит зацикливаться на этом. И здесь, и в Тессе, в первой части. Обратите внимание, насколько он так проходит поверхностно все это. Потому что здесь ты можешь написать об этом просто тысячу книг. Но, в конце концов, когда мы это изучаем, все это объединяется в этом четырехбуквенном имене Авая. Знаете, насколько мы множество раз повторяем все это в различных местах. Да, Бенци. Ицхак из Бетлаха Маглили спрашивает, стадия Гиммель является ли это началом независимости от творения? Я бы сказал, стадия Алиф в конце, когда начинает ощущать, что что-то здесь не в порядке, которая начинает показывать свое действие, когда свет удаляется из нее. Мы начинаем говорить, что свет удаляется самостоятельно. Он говорит, что стадия Алиф в конце себя почувствовала, что она отличная от творца. И это то, что подтолкнуло ее изменить желание присутствующее в ней. Она не удаляет свет, не выгоняет свет. Здесь есть еще такая тонкость. Она не выгоняет свет, она изменяет желание в ней. Желание в ней немножко изменяется с помощью ощущения, которые творец изначально заложил в нее. Когда она получила, получила, получила наполнение, наполнилась полностью этим наполнением. Собственным ощущением она наполнилась. Свет ведь не входит, не входит. Но она ощущает свет все более и более, который ее наполняет, и управляет ей. Именно в конце этой власти свет она начинает ощущать нечто иное. То есть творец изначально создал внутри творения это обновленное творение, очень особое, когда творение способно ощутить его, кроме этого наполнения. Это и является той точкой, той причиной всего этого развития. Эта точка пробуждается также и в нас, чтобы мы почувствовали бы, кроме, помимо этого наполнения, дающего наполнение причину этого. И если мы предпочтем эту точку в нас, как и в первой стадии, где в конце концов пробудилась точка, привела ее ко второй стадии, и у нас она тоже называется точкой в сердце, мы ее разовьем, тогда мы и достигнем снова того же самого состояния в ее развитии. Главное развитие ее, потому что светок ли изначально находится в творении, в своем совершенстве, делай с ними что хочешь. Понимаешь? С ними нечего тут делать, лишь из этой самой точки, которую нам необходимо почувствовать, чтобы она стала бы выпуклой. Она просто заложена в нас, скрыта у нас внутри. И поэтому для нас очень важно это знание распространить и пробудить людей, чтобы они это осознавали, что то, что в них пробуждается, это не просто какие-то беды, какие-то проблемы, кризис мировой или еще что-то, пробуждается это ощущение, которое Творец в нас заложил, чтобы мы обратили бы на него внимание, потому что достичь его уровня, это в принципе является целью и решением всех проблем, целью всего творения. На этом мы закончим пока что и продолжим завтра. Перед тем, как мы перейдем к третьей части, споем вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok